Лимфодисекция в хирургии колорактального рака. Дорогие коллеги, конечно, вопрос. У нас нужна или не нужна лимфодисекция, конечно, ни у кого не стоит. Конечно, нужна. Речь пойдем о том, в каких случаях ее выполнять, в каком объеме. Как видим, заболеваемость колорактальным раком в Украине и вообще в мире очень высока. У нас в Украине колорактальный рак занимает первое место. Имеется в виду раководочный рак прямо в кишке. В больных, которых оперируют, их большое количество. Это 76% больных первой, второй, третьей стадии. И 65%, к сожалению, или, как получается, и приходится оперировать больных с четвертой стадии. На сегодняшний день в гидлайнах Аханзисен существует, не существует определение, какие лимфоузлы выбирать, какие коллекторы, сколько. Существует только одна фраза – 12 лимфоузлов при раке ободочной кишки. Но, как вы знаете, их можно убрать и 40 в одном направлении, в другом направлении. Поэтому на сегодняшний день все-таки нет упоминания именно об объеме лимфонисекции. Если говорить об эволюции онкологической концепции в лечении рака прямой кишки, то с 30-го года, когда Дюкс сообщил о необходимости выполнения лимфонисекции, таких работ, по сути, нет. Да, было правило 5 сантиметров, 2 сантиметров, 1 сантиметра. Революцию произвел Хилт с принципами томаим, но, к сожалению, на сегодняшний день остается проблема именно объема лимфонисекции. Когда в прошлом году, в 11-м году у нас был Хилт, профессор Хилт, и мы его спросили, какой оптимальный объем именно лимфонисекции при раке прямой кишки, то он сказал, ну, так, чтобы было хорошо, чтобы были удалены все лимфоузлы. Поэтому хотела бы дальше остановиться на двух моментах. Два очень больших исследования, одно из них – ДАЧ, ТМИ-трайл, и второе – Меркури-трайл, которые закончились в 13-м году и 10-м году, показали следующее. В целом, после тотальной мезректомоктомии, локальные рециднивы у 6,5% больных. Пятилетние безрециднивы на выживаемых 67,2%. Но дело в том, что у больных, которых облучали, да, пундач, куларекта, канцер, трайл, лучевая терапия уменьшает количество рециднивов, но 20% рециднивов приходится на зоны именно латеральных лимфоузлов. К сожалению, на сегодняшний день об этом не так много говорится. Нужна ли латеральная лимфодисекция или не нужна? Дело в том, что еще это Кахаши, и мы пользуемся в настоящее время его классификацией лимфодисекции, определила ограниченный объем, вы видите, расширенный объем и стандартный объем лимфодисекции. Именно речь идет о латеральной лимфодисекции. На сегодняшний день существует два абсолютно противоположных подхода к этому вопросу. Существует за и против. Иногда они перекликаются между собой, но тем не менее. В Японии, допустим, латеральная группа лимфоузлов считается региональной. В остальных странах, в Европе, поражение латеральных лимфоузлов считается отдаленным имптостазом. Расширение объема лимфодисекции призывают наши японские коллеги. В то же время, скажем, Европа пошла другим путем, они просто не делают таких операций, но снижение количества рецидиум уменьшается за счет лучевой терапии, то есть неодевантной терапии. Несоответственно высоких цифр как выживаемости, так и метастазов, потому что получается 11 до 20% дает поражение латеральных лимфоузлов в Японии, и по датчику лорактов канцер трайл только 6-8%. То есть есть определенные несоответствия. Да, возможно, есть какие-то физиологические особенности, но тем не менее, такие данные, как вы видите, они несколько отличаются. Следующее. Допустим, низкий рак прямой кишки, нижний край опухоли считается на уровне ниже переходной складки брюшиной на востоке. И у нас, и мы точно так считаем, низкий рак прямой кишки – это ниже 5 см. И так далее. Больше времени мы, и в том числе мы, и в Европе стараются изучить комбинированный метод лечения и за счет этого снизить количество локальных рецидиумов и метастазов. Я хотела бы кратко остановиться. Вы знаете, может быть скажут, вы никогда не делали таких диссекций, и может быть поэтому у вас нет опыта, и вы не знаете, как это. Я понимаю, мы подняли специально докторскую диссертацию с Зыбиной Майей Афанасьевной, которая выполнялась у нас в институте в 1975 году. Да, старые снимочки и фотографии, но вы видите, насколько операционное поле, насколько чисто выполнена латеральная лимфодисекция, причем это все выполнялось без наличия электрохирургических инструментов, те, которые мы владеем. И в своей работе она таки доказала, что выполнение латеральной лимфодисекции увеличивает выживаемость больных. Но тем не менее, если говорить в целом, по разным исследованиям, до сих пор нет достоверных различий пятилетней выживаемости этим больных после расширенных таких латеральных лимфодисекций. И очень много данных, практически все авторы указывают на тот факт, что достоверно ухудшаются функциональные результаты и имеется большое количество осложнений. Имеются урологические осложнения, как правило, это длительная паразия, это несостоятельность анастомоза, это вновь насептические осложнения, кровотечение и так далее. Следующий момент. Поэтому на сегодняшний день этот вопрос, на мой взгляд, недостаточно изучен и требует дополнительных исследований. Что касается следующего момента в лимфодисекции. Высокая или низкая перевязка нижней брежаечной артерии. Многие хирурги традиционно выполняют, в нашей клинике тоже существует мнение о высокой перевязке нижней брежаечной артерии. За это удаление аппекальных лимфоузлов, большее количество лимфоузлов по количеству, это приведет и к адекватному стандированию, и к адекватному лечению. Кроме того, потенциальное увеличение общей пятилетней выживаемости. Против – это достоверно чаще несостоятельность анастомозов до 3-4% в случае травмы нижнего мезентериального сплетения, нарушение континенции мучоиспускания, как я уже говорила, практически 68% больных, ну и недостаток незаводимой кишки, длины. Насчёт аппекальных лимфоузлов достоверно большая частота прогрессирования при наличии метастазов в аппекальные лимфоузлы. Влияние высокой перевязки нижней брежаечной артерии на функциональные результаты здесь представлено. Поэтому в этом плане доказано, что уровень перевязки практически осложняется травмой нижнего мезентериального сплетения и неудовлетворительными функциональными результатами. Влияние высокой перевязки на функциональные результаты доказано в 5 из 13 исследований, которые именно влияют на выживаемость. Только в 5 из 13 влияют на выживаемость. Поэтому сказать, что это настолько увеличивает выживаемость, мы не можем. Здесь просто приведено случай клинический, я его последние пару докладов показываю. Это ургентная ситуация, ургентно выполнена операция. Практически невыполнена перевязка нижней брежаечной артерии в эти густи. Это уже повторная операция восстановления непрерывности толстой кишки. Я думаю, что мы не будем ожидать, во-первых, неправильного стадирования исходно, во-вторых, невыполнена химиотерапия, потому что больной до операции имел Н0, после нашей операции Н+. И, естественно, вред и больному. Так существует ли стандарт лимфонисекции? Сегодня, на сегодняшний день, стандарт вот такой. Это стандартная нерасширенная латеральная лимфонисекция, это перевязка нижней брежаечной артерии, и рекомендована именно высокая перевязка, рекомендация. Ну, а латеральная лимфонисекция на сегодня всё-таки не является стандартом в лечении рака прямой кишки. Ну, хорошо, тотальная мезорактемактомия – это действительно успех. А что с ободочной кишкой? Дело в том, что лимфонисекция при раке ободочной кишки, ну, мы уже все знаем, что она делится на две части. Ободочная кишка – это система верхней брежаечной артерии и нижней брежаечной артерии. И в зависимости от этого осуществляются уровни лимфонисекции. Я не буду говорить о левой половине, потому что это идёт та же перевязка нижней брежаечной артерии, о которой я уже сказала. Я хотела восстановиться на лимфонисекции при правой половине толстой кишки. Скип – такое есть понятие. Это метастазирование апекальной лимфоузлы, когда нет поражения региональных лимфоузлов, то есть рядом, как вы видите, уровень возле тумора, но есть поражение апекальное. Такие случаи бывают, и бывают они до 8% случаев по литературе. Микрометастазы менее 2 мм тоже бывают, порядка 8%. Иногда они просто не попадают в срезы, и мы не можем их не тестировать. Периноворальная и перевоскулярная анвазия наблюдаются гораздо чаще, это 25-34% случаев. Так вот, влияние апекальной лимфонисекции, она показана была ещё в 1993 году. Вы видите, насколько отличается выживаемость. Это 45% случаев, 17%, если есть поражение апекального лимфоузла. Чем больше удаляется лимфоузлов, тем выше выживаемость, поэтому такую лимфонисекцию выполнять необходимо. Вы видите, общая выживаемость до 93% у больных после выполнения лимфонисекции, то есть объёма, в который выходит более 40 лимфоузлов. И выживаемость при этом составляет 90% даже у больных с третьей стадии. Здесь обозначена японская классификация уровней лимфонисекции D1, D2 и D3 лимфонисекции. D3 на сегодняшний день всё-таки рекомендуемый объём такой лимфонидоктомии, потому что достоверное влияние оказывает на выживаемость именно D3 лимфонисекции. Здесь приведены результаты клиники Церкова из России, которые достаточно, вы видите на снимке, выживаемость отличается почти на 20%. Это клинический пример. Наш D3 лимфонисекция у этого пациента, он молодого возраста, ему всего 18 лет, у него было поражение 14 лимфоузлов, мы удалили больше 40 лимфоузлов. В D3 лимфонисекции этот пациент живёт на сегодня 4 года без признаков метастазирования. Вот то, что удалялось. Здесь приведены данные интересного чистотки из Хохенберга по поводу рака обыдочной кишки и общей 5-летней выживаемости при выполнении вот таких лимфонисекций D3. Он называет их полная мезоколоноктомия, по аналогу с тотальной мезоколоноктомией. Так вот, полная мезоколоноктомия, она с центральной перевязкой сосудов обеспечивает практически получение лучшего препарата с онкологической точки зрения, и выживаемость во всех трёх стадиях составляет 88%. Поэтому, если собрать все данные на сегодняшний день, которые описаны, ну, большинство данных в литературе, то увеличивается выживаемость этим больным при D3 лимфодисекции, снижается количество локальных рецидивов, но, к сожалению, на сегодня нет всё-таки рандомизированных исследований. Все данные говорят за то, что это эффективно, это нужно, но таковых нет, поэтому я призываю всех сообща организоваться, провести рандомизированное исследование, по которым мы определим, нужна ли литеральная лимфодисекция, и будем плыть в одной лодке. Спасибо за внимание. Спасибо, Елена Александровна. Пожалуйста, вопросы. Ну, спасибо. Нет вопросов? Спасибо, Елена Александровна. Следующий докладчик. Ну, спасибо.